Есть огромная, большая тема, что такое вещественные числа. Есть совершенно отдельная от этого тема, это пределы. Дальше есть дистанционное мнение, интегрирование, дифференциальное мнение. И еще один учет, даже перечисление этих тем, ведь я его совершенно не закончил, показывает, что математический анализ очень большой. Когда он был создан? По большому счету, математический анализ вот в этом виде был создан в этом. То есть в древней мере. Математический анализ, вот в этом смысле, строгое объяснение того, что такое вещественные числа и так далее, это как раз и позже. Это 19 век. Верх Трасс и другие. Верх Трасс не смысл, что он все это сделал, а это был человек, который сумел это все рассказать, потому что он так понятно, что всем понравилось. Огромное количество теорем, вот прямо было в лекциях Верх Трасса, ровно в том виде, в котором они дошли до нас. То, что дает строгое обоснование о вещественных числах. Анализ. В смысле, вот не Архимед, но что-то в ходе этого. Ну, то есть древняя Греция, как известно, на многие годы уже ушла непонятно куда. Так вот, уже в новое время. По большому счету, мечтай здесь первым. С его книжечки о стереометрии Ирина Бочева. Разумеется, потом было много замечательных людей, среди которых, пожалуй, в первую очередь нужно обрабатывать Ньютона. Ньютон, это даже, наверное, не так нужно писать. Ньютон, мы обязательно сюда. Потому что он понял, что нужно рассматривать дифференциальные равнения, и они очень-очень-очень помогут в физике. И Ирина Бочева, которые уже, наверное, на более высоком уровне все это делают. Сейчас математический анализ – это, ну, в общем, не знаю, добрая половина математики. То есть есть, конечно, огромная часть математики, которая имеет дело с дискретными объектами. То, что называется комбинаторика в теорией вероятности – это не очень похоже на математический анализ. Но все, где есть какие-то непрерывные функции, это, конечно, анализ. И еще очень важно, анализ в таком классическом виде стал абсолютно необходимым во всей математике, и в физике, и в химии, и везде. И является абсолютно тем, что надо знать. Чем раньше человек научится дифференцировать, интегрировать, тем лучше. Идеальный вариант – это класса после четвертого-пятого. Если человек научился, это хорошо. Если вы уже старше, значит, надо срочно этому учиться, это мы с вами будем делать. На самом деле, неважно, с чего начинать, наверное, имеет смысл в качестве такого первого занятия начать с Генриха. Это знаменитая стереометрия винных бочек. Фактически с этого начался математический анализ. История. Иоганн Генрих жил довольно небогато. И поэтому, когда он написал книжку о стереометрии винных бочек, то довольно долго не мог найти денег для того, чтобы ее напечатать. Примерно год продолжалось. И в какой-то момент он нашел. Могу у некоторых благотворителей дал денег, ему надо напечатать книжку. Тогда Кеплер перечитал книгу и нашел в ней ошибку. Кеплер был умный человек. Он не стал переписывать книжку и исправлять ошибку. А он сделал так. Он прямо первую половину вместе с ошибкой напечатал. Потом написал новое предисловие с объяснением того, где ошибка. И вторую половину книжки. Результат совершенно замечательный. Историки в математике, естественно, должны читать много разных книг. И в результате, естественно, все читают на диагонали. То есть читают предисловие. Первые несколько страниц этого самого предисловия. И после этого считают, что они же все знают. А у Кеплера, у Кеплера, у Кеплера, у него настоящее предисловие в середине книжки. В результате, если вы посмотрите в разных книжках по истории и математике, что там написано про книжку, про стереометрию вину и почек, то вы увидите полную чушь. Просто абсолютно ерунду. Потому что все на это ловились. Все думали, что книжка соответствует своему предисловию. Ни в коем случае. Кем-то был талантливый человек. Одна из его шуток. Теперь, как я это узнал? Вы понимаете, что это очень трудно такое случайно узнать. Узнал я это следующим образом. В книжке Тихомирова «Рассказы о Махе и Мухаммине» было упоминание некоторой статьи журнала «Квант». И книжку Тихомирова решили издать в Израиле. Переводчица с русского языка на иврит, или как там называют местный язык израильский, оказалась настолько дотушной, что она не просто каждое слово перевела, а полезла смотреть статьи, на которые ссылаются. И когда она туда вот, знаете, полезла, то она не просто посмотрела, что такая статья есть, а она попыталась ее понять. И она нашла в этой статье ошибку. Вы понимаете, какой уровень дотошности переводчика? Она не просто проверила, что такая статья есть, в большинстве случаев переводчики даже это не делают. А она там нашла ошибку. И задала Тихомиру вопрос, как это так? Книга ссылается на статью, в которой есть ошибка. Все понятно, да? Тихомир посмотрел, не понял. И попросил меня разобраться. Нет, не потому что сам не мог разобраться, а потому что... Жалко на это время. Нет, он очень, пришлось, замечательный математик. У него безусловно хватило бы квалификации, если бы он потратил. Вот. Ну, я сел. Я просто читал Кеплян. Строчку за строчкой. Читал, 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 читал. Понял. Вот. И выяснилось, что действительно все красиво. Так. Все. Теперь есть, собственно, задача. Когда Кеплян женился второй раз, хорошую свою задачу, правда? То он решил устроить большую свадьбу, пригласив много-много людей. А для большой свадьбы нужно много вина. Вино продают в бочках. И, соответственно, ему привезли бочки с вином. Так. Бочки выглядят примерно вот так. Так. Я немножко хорошо рисовать. Очень важно. Бочка не стоит, а лежит. Я не думаю, что здесь у меня все алкоголики. Поэтому все-таки вам нужно это объяснить. Понимаете? Когда маленькие бочки, их можно поставить, и все замечательно. Когда бочка большая, то если вы ее поставите, то вы с ней при том, что ничего не сделаете. Вы ее поставите, и после этого все. Ее уже невозможно сдвинуть с места. А если она лежит, то ее можно катать. А когда вы катаете... Вообще, я один раз в жизни видел много бочек. Это было в городе Порто, в Португалии. Такой замечательный город. Оттуда пошло название Портвейни. И вот. И в этом самом Порто действительно есть винные склады. И по речке там возят эти самые огромные бочки. Так вот. Не думаю, что у Кеплера были такие уж огромные бочки. Но Кеплер заметил, что привезли несколько бочек. Привезли и поставили в предположение. Вот так вот скатили. И после этого пришел человек вычислять, сколько же денег это вино стоит. Все гости были полностью залиты вином. Казалось бы, что нужно сделать? Когда у вас такая бочка, нужно измерить довольно много. Потому что она не ровная форма, довольно много всего измерить. И после этого долго считать объем такого тела. Согласны? Да. Ну да. Так а какое же было изумление Кеплер, когда он увидел, что у торговца есть всего лишь одна мерная линейка. И он сделал следующее. Через верхние отрезки в этой бочке он вставил этот самый свой мерный щук и вставил его на максимальное расстояние. Все понятно? Вот. Насколько можно. Ну то есть просто тыкал своей мерной линейкой и смотрел, когда она максимально будет замочена. Все понятно? Отлично. Отлично. И дальше, взглянув на вот это, посмотрел какую-то свою таблицу и сказал, сколько стоит. Нет, причем не то, что он просто заранее измал сумму. Нет, это просто честное измерение. Вот. И Кеплер удивился. Математически его склад ума потребовал как-то понять, как же по одному измерению можно понять объем сложного трехперверного тела. И вот книжка так и называется. Астереометрия бинных бочек. Преимущественно австрийских. А дальше не пункт. С добавлением чего-то про рейнские бочки. Моя цель сейчас объяснить, причем здесь, почему в рейнных бочек бывает два типа, и почему одно измерение иногда реально все дает. Значит, чуть-чуть философии. Вот мы сейчас находимся в кабинете. Понимаете ли вы, что давление во всех местах этого кабинета одно и то же? А почему? А потому что молекул воздуха очень много. И они все время сталкиваются друг с другом, обмениваются скоростями. Правильно? И в результате все выравнивается. Света какая-то замечательная вещь. Давление везде одинаковое, потому что очень много молекул. Казалось бы, когда много всего разного, должно быть нет. А нет. Много всего разного, и поэтому все одинаково. Так вот, все-таки уже пора переходить к расчетам. Значит, господа, понятно, что брать произвольное тело нелогично. Давайте рассмотрим такую модель рейнных бочек. Вот это расстояние, давайте обозначим R большое, здесь R большое, здесь R большое. Это обозначим R маленькое. Все понятно, знаете? И нам еще нужно вот это расстояние, это тоже обозначить, когда эти люди. Ну и, естественно, нам нужно вот это вот расстояние тоже как-то обозначить. Так, интересно, как? Нет, что-то... Нет, что-то... Вот это расстояние D, это длина того самого Щ, да? А вот это расстояние давайте обозначим буквой H. Мне так не хочется. В таком случае, скажите, пожалуйста, как связаны между собой числа H, D, R маленькое, большой? Вот такой вот прямоугольный треугольник, видите? Что? Видите? Замечательно. Что у него не втянулось? D. D. Так, вот этот катет у него сколько? R большой плюс R маленькое. Угу. R большой плюс R маленькое. Тихо. А это подряд? H. Д, это подряд. Поверяем? Г. Вот, значит, есть простое соотношение. Чем равен объем этой пучки? Ну, вопрос интересный, на самом деле. Смотрите. Во-первых, у нее есть две половинки, левая и правая. Поэтому объем, это будет 2 умножить на объем вот такой же. И мы с вами сразу получаем замечательную задачу. Надо найти объем усеченного конуса. Умеем ли мы это делать? Хорошо. Тогда смотрите, что нужно сделать. Можно взять и дорисовать до конуса и взять объем вот такого, минус объем такого. Нормально? Да. Если бы мы знали объем конуса. Кто знает? Мы же треугольник будем снять. Да? Горячка. Половина произведения высоты на стол. Отлично. Отлично. Половина произведения высоты на стол. Так. А как вы думаете? По-моему, одна треть. Не слышу. Одна треть высоты на основание. На площадь. На площадь. Так. Это правда. Третья часть произведения высоты на площадь основания. А как это доказать? Вы понимаете, что это очень важная формула? Слушайте, давайте я сейчас немножко схалтурю. Дело в том, что потом при помощи интегралов мы это обязательно будем считать. А я сейчас немножко схалтурю следующим образом. Я предположу, что объем – это произведение площади основания на высоту и на какой-то коэффициент. Понимаете идею? Ну, мне говорят, что формула такая – одна треть, вот если высота h, тогда будет h, и умножить на площадь основания. Площадь основания – это π. Так вот, я сейчас объяснял, тут берется одна треть. Это будет объяснение не вполне честное, потому что непонятно, почему вообще это должно быть произведение. Хотя, с другой стороны, все-таки, почему это должно зависеть от высоты, более-менее понятно. Чем больше высота, тем больше объем. Почему это должно зависеть от площади основания, тоже понятно. Потому что, если вы здесь представите несколько фигур, то понятно, что должно складываться. В чем у меня сейчас будет решиваться ошибка? Это в том, что я буду без доказательств и без объяснения использовать так называемый принцип Кавалье. Что вот, если вы берете такой конус и сдвигаете эту точку на некоторое расстояние, так что он весь перекашивается, но площадь остается прежней, и высота над которой будет остается то же самое. То при этом не изменится объем. Понятно, да? Ну, наивно это объясняет так, что если разрезать на много-много-много блинов таких и сдвинуть, то по краям там чуть-чуть покорежится, а в принципе блины просто сдвинутся. Почему все это приходится делать? А потому что я фактически сейчас пытаюсь не объяснить вам такую науку, которая называется теория мира. Что такое длина, что такое площадь, что такое биоплево. Строго говоря, вы просто не знаете, что это такое. Ну, а если у вас нет точных определений, то, собственно, и теоремы строгие доказывать сложно, да? Так вот, на уровне, так сказать, обмана, наука, которая занимается строгим объяснением, называется теория мира. Длина, объем, площадь, вот. Так вот, на уровне такого наивного обмана. Я это расскажу так. Господа, когда у вас есть куб, то совершенно неправильно разрезать его на какое количество пирамиды? Я умею легко резать куб на три пирамиды. Понимаете? Я беру дело вот так, я беру вот эту решетку. И одна пирамида состоит из вот этой точки и вот этих четырех. Другая из вот этой точки и этих четырех. Ну, то есть, у нас есть три квадрата с этой общей вершиной. Три граммены. Мы берем одну из них и вот эту точку. Если у нас с вами ребро гума – это единица, то в таком случае чему равна площадь граммена? Единица. Единица. Чему равен объем? Единица. Единица. А сколько этих самых пирамид? Четырехугольных. Три. Три штуки. Ребята, единица – это три. Теперь смотрим. Умножить на что? На объем промежут. Высота у них у всех какая? Один. Единичная. Площадь основания у всех какая? Единичная. Что надо написать сюда, чтобы все было хорошо? Одну треть. Вот это одна треть и есть. Понятно, да? То есть если забыть про всякие сложные логические обоснования и так далее, то одна треть возникает просто из этой картинки. Победа. Победа. Просто если мы сейчас начнем объяснять, чему мы набьем и так далее, мы реально тут задачу вообще не решим. Считается, что мы это все выучили. Значит, я могу написать, забыть про все эти одно и третье. Я могу написать об нем лучше. Одна треть. И дальше идет вот эта разность. Смотрите, разность чего? Да, Пи надо еще не забыть. Нужно взять высоту вот эту. Вот этот отрезок обозначен какой-нибудь буквой. Например, L. Значит, надо взять H плюс L умножить на L квадрат. И вычесть из этого L квадрат и вычесть из этого L квадрат умножить на L квадрат. H плюс L умножить на L квадрат. Единственная проблема. Я думаю, мне не нужно использовать клубу L. Потому что я готов к R маленькому, R большому, H, а вот L никак. Все понимают, что есть подобие треугольников. Да. Смотрите, какое здесь подобие? Р большое относится к H плюс L, так же, как R маленькому. Ностика. Да. Видишь? R большой к H плюс L, так же, как R маленькому и к H. Замечательно. Что и до этого следует? Давайте. H плюс L я вот в этом месте могу заменить на R большое, согласно? Умножить на L и делить на R маленькое. Так? Умножить на L разделить на R маленькое. А нам точно надо H через L выражать? Что? Нам же L фактически не дано, нам дано H. Да-да-да, правильно. Это я же не понимаю. Но на самом деле уже больше хорошего есть. Потому что, смотрите, здесь ведь фактически L выносит тезоскоп. Правильно? Угу. Поэтому L. И здесь возникает разность умов, деленная... Не, не на что интересно. А что я вам пишу? Разность умов, деленная на L и умножить на L. Теперь нужно быстренько вот из этого уравнения найти L. Так, ребята, я прошу прощения. Наверное, это можно было как-то понять, не объяснить. Но, в общем, я думаю, что это в любом случае не проблема. Так, все согласны? Да. Это можно было на самом деле сразу исподобить треугольников. Надо было просто взять вот такой треугольник, ну, да, провести параллельно. Тогда здесь возникает разность R большое и R маленькое. И вот эта разность, деленная на H, это то же самое, что R маленькое, деленное на H. Понятно, да? Я мог вот это сразу записать исподобие. Так вот, это не важно. Важно, что отсюда я знаю L. Вот сюда вот вместо L я могу написать H маленькое R делить на R минус R. Важно. Важно. Важно, что R маленькое сокращается и видно, что здесь возникает неполный квадрат суммы. Надо написать объем следующего вопроса. Умножить на H и умножить на R квадрат плюс R маленькое, R большое, плюс R маленькое. Теперь смотрите, что у нас есть R еще. У нас известно, что это R квадрат. Это R маленькое плюс R большое в квадрате плюс H. Теперь мы, знаете, что вы должны сделать. Вот видно, что сюда входит сумма радиуса. Так? Давайте вот это вот равенство запишем так, чтобы было видно, чтобы было видно. И выделилась вот эта вот самая сумма радиус. Ну это будет. Это надо, допустим, ввести в квадрат, и там еще будет минус произведения и р маленькое большое, да? Да. Вот. Вот. Все это уже совсем окончательно будет. Когда мы сможем это сделать? Итак, что такое V? Минус произведение на 3 умножить на H умножить на D квадрат минус H квадрат, D квадрат минус H квадрат. Минус H квадрат 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 минус H кв Стараются максимизировать их, чем вы. Да? Чему показалось? Чему показалось? Чтобы как можно больше вина получить. Смотрите, какая история. Ведь виноторгновцы наливают вино в бочки, с которыми к ним приходят. А теперь представьте себе, что у какого-то человека какая-то очень неудачная бочка. Так он тогда каждый раз будет нести материальные потери. Правильно? Значит, любому человеку выгодно, чтобы туда как можно больше... Господа, Кеплер понял задолго, что в этой самой винной промышленности, в этом винном хозяйстве, произошел такой естественный отбор бочек. Понимаете? Просто если бочка была неправильная, то просто с ней не ходили. А делали все бочки при заданной, при этой линейке, чтобы туда как можно больше помещалось. И в результате бочки максимизируют. Вот. Так вот. Смотрите. Если у вас известна величина d, а вы строите бочек, бочкаль, можете менять вот эти величины. Понимаете, что для максимума вы сделаете r маленькое раз в нулю. Да. Понятно? Угу. Потому что тогда здесь увеличивается ноль, от этого вся величина увеличится. И в результате форма самой-самой лучшей бочки, она такая... Ну правда, такое сделать из дерева невозможно, поэтому чуть-чуть. Ну что значит, тем меньше-то лучше, да? Вот такая бочка. Такая бочка. И это действительно самая лучшая бочка. И это то, о чем написано во второй части книжки. Между прочим, казалось бы я это рассказывал быстро, зачем об этом книжку писать? Очень важно понимать, что во времена Кеплера Декарта еще не было. И все формулы, которые я вот так вот легко пишу, у Кеплера написаны словами. Попробуйте то рассуждение, которое я сейчас рассказал, записать безъединные формулы, а главное проговорить его в голове безъединные формулы. И вы поймете, что Кеплер был гений. Не зная школьную ангелику, не умея написать вот такую формулу, он все это говорил словами, ну пусть не было бы значений в нашем доме, и рассуждал и получал. Так вот, так вот, значит р маленькое равно валюм, значит у нас получается... Ну, у нас, куда вам сделать р аж из формулы справа? Что-что? У нас в скобочках р квадрат плюс р аж плюс р маленькое. Да. А почему там нет? Еще раз. Сумма ракуса в квадрате, это разница вот этих квадратов. Ну да. Д квадрат минус аж квадрат. Да. Вот я и сюда написал. Да. Вот эта штука, это и есть... Ну куда делась р аж? Это р гр. А, это р, все. В смысле? Здесь было произведение, радиус. Это, она думала, что это аж. Да я большой квадрат, я маленький, большой и я маленький. А, все, тогда хорошо. Это не полный квадрат суммы. Это возникло, из-за того, чтобы разность кубов разделилась на разные самих чисел. Все? Да. Все. Отлично. Итак, переходим, значит, к обычному. Р маленькая, у нас теперь это моль. Значит, объем, это два пи без пи на три умножить на аж умножить на д квадрат минус аж квадрат. Вот, пока, дальше самое интересное. Какие значения можно принимать аж? Так, ребята. Вот это вот функция, нас интересует ее максимальное значение. Как взять аж, чтобы эта функция была бы максимальным значением? Ага. Ой, меня простите, пожалуйста. Я же сказал вам, что книжка состоит из двух частей и почте там двух типов. А у меня почему-то нет никаких двух типов. Ответ. Я просто начал сразу со второго, более сложного типа. на самом деле Кеплик сначала подумал, что в качестве модели очки имеет смысл рассматривать не такую, а просто цилиндр. Ну, в конце концов, ну, что такое бубочка? Ну, это цилиндр какой-то. И все вычисления он сначала сделал для цилиндра. Для того, чтобы сравнить и понять, в чем же там была ошибка, давайте сделаем так. Вот это вот у меня аж, вот это р большое, здесь тоже р большое. Понятно? Вспоминаем, где у нас Д в квадрате. Д здесь. Заметьте, для этой почте все намного легче, чем для той хитрой. Итак, как звучит теорийный фагон? Д в квадрате это 4D в квадрате плюс H в квадрате. Согласна? Так, а чему ли набьем? Я думаю, что это в квадрате. А? Потому что это квадрат. Здесь вот 2R. 2R в квадрате 4R. Ну-ка, квадрат вот это вот здесь плюс квадрат. Итак, чему ли набьем цилиндр? Высота. Это высота. Высота какая? 2R. 2H. Ну, 2H. Ну, будешь рисновать. А основание у него какое? P. 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 R. Квадрат. Согласны? Ну, это еще не ответ. Что надо сделать, чтобы... все правильно. Надо... Понятно, что делать. Надо здесь вот написать не 2, а 4.5. И 4R квадрат вырастет по вот этой формуле. Получится, что объем это миллионная половина. 4R. P. H. На D квадрат минус H. На D квадрат минус H. 2R квадрат. Вообще-то здесь такой уровень. Правильно? П. Здесь стоит 2P делить на 3. Давайте это сейчас учу. 2P делить на 3. А там стоит какое число? P пополам. P пополам. 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 Что больше? 2 3 или 1 2? 2 3. В сколько раз? В 4 3 раза. 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 То есть рейнская бочка, вот такая вот, которая резко сужается к концам, примерно на 33% лучше цилиндров. То есть если вы фанатик цилиндров, то для вас цены на 33% больше. В 4 3 раза отличается. Вот. Понятно. Ну хорошо. Итак. Получается, что функция-то на самом деле одна и та же. И мы подошли к очень сложной штуке, которую Кеплер сумел решить. Как найти максимум функции третьей степени. Существует как значение. Увеличение h обозначим d умножить на x. И формулу сейчас совсем не пишем. Сейчас я все-таки пишу. Таким образом, это 2 и 1 на 3 умножить на d умножить на x минус x. Вместо h я написал dx, а здесь d квадрат минус d квадрат x квадрат. d квадрат вынес. Получилось x умножить на 1 минус x квадрат. Согласны? Да. Так вот это все, это некоторые причины. 2, π, 3, d в кубе, постоянные причины в данном условии задачи. И, значит, мы свели все к такой задаче. Найти максимальное значение выражения x минус x в кубе, когда x любое число от 0 до 1. Ну понятно, h было любое число от 0 до 1. Ну, соответственно, h делить на d, это x, это любое число от 0 до 1. x минус x в кубе. Кто-нибудь, в принципе, умеет рисовать график? y равняется x минус x. Х очень большое число. x это типа 1000. Тогда это выражение какое-то? очень, ну, отрицательное число. Жутко отрицательное число. Там примерно минус миллиард. Правильно? Да. И снизится 1000, то это будет 1000 минус миллиард. Это жутко отрицательное число. В каком месте эта функция равняется 0? В единице и в нуле. В единице. В нуле, в единице, а еще где? В минус. В единице. А на самом деле, есть три точки. А если x это минус 1000? Тогда что? Очень большое число. В единице будет жутко большое число. Как все эти примерки вы видите вместе? Вы нарисуйте пример. Я понимаю, что современный человек должен в alframalfa.com просто написать x минус x куб и он даст вам идеальный чертеж. Но, ребята, важно и просто уметь, вот просто так вот, примерно нарисовать. О! 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 Смотрите, положите. Замечательно. Знаете, армия старинка летает? Скажите, пожалуйста, товарищ сержант, а крокодилы летают? Да ты чего? С чего это не летают? Ой, а вот товарищ капитан говорил, что летают. Хорошо. Ну, летают они, летают. Ну, низенько, низенько. Смотрите, ну, в армии это не бывает, конечно, да? В армии крокодилы летают. Понимаете, так же, чтобы многочленов все время равен нулю, а потом бы оторвался. Ну, там. Да, давайте. Конечно. О, как лучше. Спасибо. Гораздо лучше. Потому что нет такого, чтобы он там шел, не знаю, ровно, равным нулю. Так, еще один вопрос. Здесь касательная капитуля. Когда х очень маленькое число, близкое к нулю, то вот это выражение важное по сравнению с этим или нет? Очевидно, нет. Представьте, х – это одна десятка. Тогда х куб – это что? Одна десятка. Одна миллионная. Одна миллионная. Одна миллионная. Да? То есть, чем меньше х, тем вот эта штука относительно х становится еще меньше и меньше, да? Поэтому вот эта штука, вот здесь касательная примерно у равно х. Ну, собственно говоря, как вам написано? Это верно, у равно х. Замечательно. И где же тогда максимум? В какой точке функция достигает максимума? Ну… Покажите пальцем. Да, и каким свойством обладает эта точка? Касательная в этой точке… Не знаю, что нужно говорить, но горизонтально. Угловой коэффициент касательный, равен ли? Я говорю, услышали? Я вижу. Здесь есть горизонтальный приложитель. Нарисуйте горизонтальную посадку. Горизонтальная посадка. Значит, производная в этой точке. Ну, что такое производная, Кепль это не знал. Но Кепль понял, что вот это простая картинка. Который, кстати, он не рисовал, потому что он не умел писать вот это. И не знал, что надо рисовать графики. Но, тем не менее, на словах он там все абсолютно понятно объяснил. Он понял, что вблизи максимального положения изменение функции нечувствительно. Ребята, это фундаментальнейший момент в истории физики и математики. Потому что в огромном количестве природных явлений все основано именно на этом. что когда у вас функция растет, бывает, то она довольно быстро меняется. Лучше всего сказать сейчас. Потому что сейчас у нас сентябрь. И вы прекрасно чувствуете, что каждый следующий день короче предыдущего. Чувствуется это? Становится все время хуже. Только что было лето. Были длинные, замечательные дни. Все было хорошо. А сейчас все хуже, хуже и хуже. И вообще ужасно. Уже темно. Уже темно, да. Совсем недавно еще так не было. Вот это и есть. Ребята, обратите внимание. Лето было долго. И долго-долго дни были длинные. Потом зима будет тоже очень долгая. И долго-долго дни будут короткие. В чем идея? Потому что если вы отмножите график продолжительности дня, то он выглядит примерно вот так. Вот это промежуток, это, как называется, время года, когда день все время все больше и больше. Весна. Вот это, гадкое время года, это осень. Осень. Вот это мерзейшее время года. Зима. Зима. А вот это радостное время года. Лето. Лето. Когда дни большие и когда хорошо. И заметьте, пожалуйста, не так важно, как там все в астрономии устроено, под каким углом что освещает. Это общематематический факт. Можно приводить очень много примеров вот этого явления. Что вблизи точке максимума изменение функции. И это одна из важнейших первых идей математического анализа. Ну, уже дальше как-то превращать в простой инструмент вычислений. А это нужно научиться в каждой точке вычислять угловые коэффициенты. Ну, строить касательно. И если мы будем иметь простые формулы для углового коэффициента, то автоматически мы просто ее напишем, приравняем угловой коэффициент к нулю. Так что угловой коэффициент все помнят? Да. Если у вас есть прямая у равно коэффициент к нулю, то вот это самое k это называется угловой коэффициент. По английски слово. Угловой коэффициент. Коэффициент наклона. Отношение, когда вы движетесь по прямой, то отношение приращения по у к приращению по аликсу. Вот этого чеснока. Так, замечательно. Сейчас мы должны быстро провести вот эти чеснока. Найти все-таки физически точку, в которой касательно и горизонтально. Ну, господа, такие варианты. Один вариант – это нужно догадаться до ответа и потом проверить его. Другой вариант – это можно использовать не равенство, а среднем арифметическом и среднем геометрическом. Еще вариант – научиться считать признаки. Вот интересно, каким способом мы сейчас с вами это сделаем. На самом деле, все эти варианты вполне себе реализуемы. Ну, давайте. Сначала такой самый, что называется, школьный способ. В конце концов, здесь есть восьмоклассники. Кто из вас знает неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом? Знаете? Как оно звучит? Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом? Среднем геометрическом? Среднем геометрическом? Да. Сумма чисел, определенного количества – среднем геометрическом? А среднем геометрическом – это? Корень? Сумма квадрат? Это корень той степени, сколько их, из их произведений. Замечательно. Ну, то есть, скажем, для двух чисел это вот что такое. А плюс В пополам и корень из АВ. Какая из этих причин больше? А плюс В пополам. А плюс В пополам больше Р плюс А. Это для двух чисел. Правда, у меня здесь число не два. Объясняю почему. То есть, если вы на множители это разложите, то это будет так. Это будет Х и один минус Х квадрат. Но один минус Х квадрат это тоже что? Один минус Х на один плюс Х. Один минус Х на один плюс Х. Поэтому реально не нужно не равенство, а среднее для трех чисел. Кубический корень. Кубический корень. Кубический корень. АВС. Отлично. Кто из них больше? Больше равно все. Вот так, да? Да. Отлично. Поднимите руки, кто помнит доказательства. Есть разное, конечно, какое-нибудь. Друзья ли не помните, да? Что такое неизбавление от корня? Нет. Нет. Что такое неизбавление от корня? То есть, вы имеете в виду, что имеет смысл запустить это? Ну, с одной стороны нужно, с другой стороны сумма это круто. Потому что, знаете, даже два числа вводить сумму уже не очень приятно. А когда три числа, это совсем круто. Нет. Что-то не то. Ну что, рассказать? Рассказуем сейчас хулиганское решение. Хулиганское оно тем, что работаем только для числа три. То есть, оно в тишине обобщается. Это число на пять, шесть, семь. Вот. И этим оно абсолютно хулиганское. С другой стороны, довольно короткое. Вот. Делается так. Надо вместо А писать эту числу, вместо В, а вместо С это будет положительное число. Значит, тогда во что превратится нереальности? В то же это х углу плюс урегу плюс урегу. В то же это. Больше или равно чем урегу плюс урегу. Влазно? Да. Нет, это пока обобщалось. Для случаях чисел вполне себе только бывает, да? Да. А дальше Вы говорите, что очевидно, если особенно важно держать такое спокойное выражение лица, очевидно, что если вы из суммы кругов вычитаете утроенное произведение, то это будет сумма чисел, умноженная на сумму квадратов, не только всевозможные произведения. А почему? Ну проверьте, расскажите сюда. Нет, кстати, это не так сложно сделать, как вам кажется. Почему не так сложно сделать? Да? Ну просто если подумать, а вообще, что здесь бывает? Здесь бывает х на х куб. Х на х квадрат это х куб, да? Да. Все классно, поэтому это и нужно. Бывает х на х квадрат, но когда у умножишь на минус ху, то как раз они уничтожатся. Согласны? Вот. А еще бывает, когда х умножаешь на минус yz. Или когда у умножаешь на минус xz. Нет, так что если посмотреть, то это правда чем-то. Да. Тем правда чем-то. Вот. Теперь вопрос, почему эта штука не отрицательная? А потому что вот это положительно. А почему эта штука не отрицательная? Так понятно почему. Потому что это мы просто так, ну как бы, побаловались написать. А на самом деле надо было написать не вот этого режима. А надо было написать одну вторую режиму от x минус y в квадрате плюс x минус z в квадрате плюс y минус z в квадрате плюс y минус z в квадрате Согласны? Нет, вот если раскрыть скобки, то это x в квадрат, x в квадрат и x в квадрат пополам, правильно? Удвоенное произведение как раз пополам, с минусом, все, все, все. Вот. То, что эти все не отрицательные, понятно. Вот. Вот это хулиганство. Давайте все-таки мы потом пройдем настоящее. Я просто не хочу сейчас отвлекаться, да? Но считается, что я как-то, но все-таки доказал неравенство для трех чисел. А вот сейчас очередь за вами. Сможете ли вы, используя неравенство для трех чисел, найти вот эту точку? Итак, у нас есть три множителя. x, 1 плюс x и еще кто? 1 плюс x. И 1 плюс x. И надо их произведение оценить при помощи неравенства средним арифметическим и средним геометрическим. Получается какая-то удивительно грустная штука. Потому что среднее арифметическое этих чисел, оно какое-то ужасное. Понимаете, оно какое? x плюс 2 на 3. А? x плюс 2 на 3. Вот именно. А почему это плохо? Потому что максимальное его значение, этого самого среднего арифметического, это будет, когда x равно единица. Правильно? Да. Но в этой точке три множителя не равны. Неравенство средним превращается в равенство, когда все три числа там равны. Понятно, чем я говорю? Не получается. Надо как-то использовать неравенство средним арифметическим и средним геометрическим. Ну что-то здесь умеющим. Мне вас даже немножко жалко сейчас. Потому что я не очень понимаю, как вы сможете все это придумать. Но будет здорово, если вы это придумали. Вообще, ребята, хулиганство, это вообще не только хулиганство. Это еще и просто умение пользоваться вашим средством. Господа, идея простая. Не надо писать неравенство средним арифметическим и средним геометрическим. Вот прямо так. x, 1 минус x, 1 плюс x. Надо чуть-чуть. Эти числа изменить, посмотрите, у нас есть x, 1 минус x и 1 минус x. Хочу здесь написать не 1 минус x, а с каким-то коэффициентом. С коэффициентом b. И тогда вот это число. Такое, такое и такое. Поняли? Угу. И если а и b положительные числа, а x больше нуля и меньше единицы, то это тоже 3 положительных числа. Все понятно? Да. А если у нас есть 3 положительных числа, то когда вы извлекаете кубический корень, то это будет меньше и равно, чем x плюс a минус x плюс b плюс b минус x. Согласны? Чем сумма этих самых графов? x, а умножить на 1 минус x и b умножить на 1 минус x. Сумма. И сразу смотрим. Вот. Теперь вопрос. Какими мы можем брать числа а и b? Любые. А и b, любые положительные числа. Это всегда верно. Правильно? И вот сейчас я попытаюсь подобрать. Вот смотрите. Я хочу, чтобы а и b не просто не числили. А чтобы вот это выражение не зависело бы от x. Что значит не зависело от x? Что x минус a x плюс b x это просто 0. То есть 1 минус a плюс b это что? 0. Ну проще говоря. a это b плюс 1. Ну это конечно хорошее условие. Это конечно хорошее условие. Но оно еще не определяет числа либо. А теперь я еще не хочу сказать. Я надеюсь решить задачу при помощи неравенства средним арифметическим и средним неаметлическим. Если я не могу решить точно, то эти числа должны быть какими-то? Равными. Потому что если чисто не равны, то неравенство средним дает строгую неравенство. Значит кроме вот этого условия есть еще такое. x это а умножить на 1 минус x и x это b умножить на 1 минус x. Ну господа смотрим. Одно уравнение, второе уравнение, третье уравнение. А неизвестно сколько? Три. Согласитесь, что шанс есть. Шанс есть. Теперь вопрос как это сделать быстро. А если честно, я дальше не знаю. Я абсолютно уверен, что у нас сейчас все получится, но я дальше совершенно не знаю как это сделать. Ну хорошо, давайте я везде а из-то поставлю. Тогда будет так. x это 1 плюс b умножить на 1 минус x и x это b плюс bx. И теперь давайте просто подставим это во верхнее. b разделить на 1 минус b это есть. 1 минус b. Так, из единицы вычитаю вот это. Что у нас там получается? 1 минус 2b на 1 минус 2 он какая? 1 минус b исчезает. И на b получается квадратное уравнение. b это 1 плюс b я умножил. И теперь минус 2b. Минус 2b минус 2b в квадрате. Другими словами, 2b в квадрате плюс 2b минус 1. b это, что же это такое? Это минус 2b 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 Получается, что b это корень из трех минус один в половом. Согласны? Да. Корень из трех минус один в половом. Да. Пишу. b это корень из трех минус один в половом. Отлично. А это что? Это корень из трех минус один в половом. Ого. Понятно? Да. Вот. Ну, вообще-то все. Я нашел такие альпы. И значит, здесь у меня х исчезает, непонятно, я же так отбирал уже. И получается, что вот этот самый кубический корень не больше, чем а плюс б делить натре. Теперь надо понять, чему равно а плюс б. А плюс б это сколько? Корень из трех. А плюс б это просто корень из трех. А плюс б делить натре это единица делить на квадратный корень из трех. Соответственно, если кубку сведем в обе части, то получится, что х минус х куб. Умножить на а и умножить на б не больше, чем вот это вот в кубе, то есть чем единица деленная на 3 квадратных корень из трех. Да. Осталось чуть-чуть. Что такое а умножить на б? Это один получается. А? Один получается. Это получается не один. А, нет, не один, да. Это получается одна вторая. Одна вторая. А умножить на б, это значит, одна вторая. Все понимают, да? Разность умножить на сумму, это получается разность квадратных. Три минус один, это два. И дважды по четыре, это значит, две четвертые. И вот. Здесь одна вторая. Соответственно, если я здесь уберу АВ, и эту одну вторую принесут в другую часть, 9 и 2 и на 3. Вот. Методом творного нахотчивого школьника мы задачу решили. Между прочим, ребята, я должен сказать, что в истории математического анализа так случилось, что практически все реально интересные задачи были лишены вот такого типа метода к моменту, когда создали, собственно говоря, сам математический анализ. То есть, понимаете, вот эти вот легкие способы, которым сейчас учат, там, студентов любого технического вуза, и которые такие задачи мгновенно решают. Ну, если шлася, то в 10 классе, я 10 класс, я 10 класс, я 10 класс тоже учусь, наверное. И вот эти легкие способы люди придумали после того, как они все это пробили просто вот. Человеческая фантазия, вот такая лагебраическая, она довольно мощная, а главное, что большинство интересных задач все-таки не требовали каких-то там суперсложных функций. Квадратичная, квадратичная, кубинческая, вот так вот. Ну, и все получалось. Больше того, надо сказать, что сам создатель математического анализа Ньютон фактически не писал формулы, а, что называется, все считал геометрически, всякие подобные треугольнички и так далее. Ему так было легче. То есть он, конечно, создал эти анализы, но, понимаете, детские уроки не пропьешь, как это называется. Как привык все считать в уникальной геометрии, быстро все получалось, так и считал. Так, скажите, пожалуйста, это понятно? Это понятно. Какое неравенство мы с вами получили? Ну, вернее, не неравенство, а равенство. Что вот этот самый максимум равен, почему он там равен? 2 делить на 3 горный источник, да? Да. А в какой точке он достигается? Как вы считаете? Точка это х. В какой точке достигается максимум? b делить на 1 минус b. 1 делить на корень из 3. Ну, давайте посчитаем. Давайте посчитаем. Что такое b делить на 1 минус b? b это корень из 3. 1 минус b. 1 минус b. Это, если я правильно понимаю, 3 минус корень из 3 пола. Правильно? Дай мне. Еще вот 3. Ну, как? Из единицы вы считаете? Да, 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 3, 3. Единицы это 2 в 2. 3, 3. Все хорошо. 3 минус корень из 3 пола. Правильно? Хорошо. Двойки исчезают, тоже есть оба знаменация, да? Корень из 3 минус 1 делишь на 3 минус корень из 1. В какой точке? Чему это равно? Нет, не 1. Корень из 3 минус 1 делим на 3 минус корень из 3. Да. 1 делить на корень из 3. Что это? Да вы что? Все. Не, ну, нам надо, просто, корень из 3 минус 1 делишь на 3 минус корень из 3. В знаменателе же корень из 3 выносится. Да. И получается, что корень из 3 минус 1. Да. Значит, какая точка? 1 делить на корень из 3. 1 делить на корень из 3. Так, а вы говорили, вот, я еще тогда не посчитал, вы уже говорили правильный ответ. Почему вы говорили такой ответ? Ну, я подогнала. Потому что, так тоже можно. Нет, когда максимум посчитали, я потом подогнала. Ну, да. Так, господа. Таким образом, одним способом задавшего время в очереди мы решили. Давайте я расскажу второй способ. Второй способ совершенно замечательный. Он состоит в том, что неравенство обстрелить ненужное. Вот не нужно еще. Но второй способ нуждается в гениальной догадке. Вот представим себе, что или даже, или кто-нибудь. Сказали нам. Посмотрите точку. 1 делить на корень из 3. Идею поняли? Случайно. Ничего себе случайно. Ничего себе случайно. Посмотрите. Кстати, не надо думать, что это так сложно. Дело в том, что, вообще-то, когда у вас нарисован точный график, то более-менее видно, что это за точка. Поэтому иногда правда можно дать. Так вот, если вы уже догадались до точки, то тогда смотрите, что можно сделать. Вы пишите, что x это 1 делить на корень из 3 плюс какое-то число. Поняли? И что такое x минус x? Понятно, что такое. Это 1 делить на корень из 3 плюс y минус 1 делить на корень из 3 плюс y. Обзвони что-то умеет. Так, у первого числа это что? Это 1 делить на корень из 3. Так? Да. Утроенное произведение квадрата этого и у. Утроенное. А здесь еще в квадрате вот это. Это как раз будет 1 третий и 3. Будет минус y. Это просто y. Замечательно. Утроенное произведение этого числа. Не квадратное. Минус 3 корней из 3. Ну и наконец куб последний. Это минус y куб. Так, смотрим. Вообще-то и у исчезло. Здесь у нас выражение, которое очевидным образом отрицательное. На самом деле не совсем очевидно. Потому что вообще-то у нас x бегло от 0 до 1. y бегло от минус 1 куб на корень из 3 до 1 куб на корень из 3. Поэтому то, что вот это выражение отрицательное, не вполне очевидно. Но, если мы запишем это вот таким образом. Все понимают, да? Вот это вот 3 делить на 3 корень из 3. 3 минус 1 на 2. Все замечательно. Здесь вынесем y в квадрат. И у нас получится здесь корень из 3 плюс 1. Так вот, когда корень из 3 сюда еще прибавите, то очевидно получится положить личное. Да. Вот и все. Вот это вот все положительное. Это не отрицательное. Значит, это меньше или равно, чем 2 куб на 3 корень. Вот. Господа, если вы думаете, что такой способ решения, что называется плохой и хулиганский, либо глубоко ошибка, очень часто при решении задачи полезно догадаться, какой будет ответ и сделать примерно такого типа замена перемен. Это очень полезная штука и более того, в серьезных задачах математики она тоже очень часто полезна. Почему? Да потому что огромное количество задач математических решений никак не решаются. И вот если какая-нибудь задача решается, то часто бывает, что она решается именно потому, что вот она какая-то такая особая и она там резко вращается. Понятно, в таком случае. То есть этот прием надо запомнить, что если у вас есть подозрительная точка, то полезно сделать такого типа замену и посмотреть, посмотреть, посмотреть. И вот так далее. Так. Вот я уже второй раз рассказал вам доказательства вот этого факта. А теперь, собственно, самое главное. А теперь давайте за оставшиеся 10 минут научимся дифференцировать. Сможем? Сможем. Наверное, это лучше все сделает Даша. Смотрите, вы сейчас должны это объяснить. Как это делать человечество, чтобы поняла смехлазник? Как? Даша, как это делает человечество, чтобы поняла смехлазник? Сейчас. Нет, вы мне идею скажите. Но нам надо найти танген с угла касательной. Да. А как? Ну, мы берем какую-нибудь функцию. Что же какую-нибудь? Вот у нас есть х минус х куб. Да. Ну, возьмем одну точку и прибавим к х еще какой-то дельта х. Да. Берем вторую точку. Ну, и получается у нас там два треугольника. Да. Значит так, Даша. Времени у нас с вами восемь минут. Давайте по-честному поделим. Вам четыре, мне четыре. Я готов вам дать четыре минуты. И вы сейчас и научите референцировать. Скажите, референцируйся сколько? Мне общая теория нужна. А потом я объясню то же самое. Хорошо. Ну, вот как-то шаг у нашла функция. Возьмем какой-нибудь здесь х. Вот это, соответственно, у нас f от х. х минус х куб. Давайте конкретно для этой функции. Да. Х минус х куб. Ушел. Без этих там f. Просто х минус х куб. Такая высота этой точки. Да. Да. Возьмем какой-нибудь треугольник. Ну, здесь нет х, нет треугольник. Да. Если здесь тоже будет какая-то точка. Да. Вот. Мы хотим, ну, цель, ну, угол карты. Ну, касательно этой точки. Угловой коэффициент касательно, да. Наклон. Да. Ну, для этого нам надо… Теперь у нас тут трубочек нет. Нам надо поделить, получается… Нет, а можно вы будете делать так, чтобы было видно, где вы рисуете, потому что ваша голова непрозрачная. Нет, все хорошо, вы написали. Просто надо стоять так, чтобы была видна не только ваша голова. Вот. Нам надо найти вот… Тангенс угол касательно. То есть, нам надо найти вот этот отрезок. То есть, это и наоборот. Наоборот, вот этот отрезок. Так, тангенс что такое? Все помнят? Отношение противолежащего катета к прилежащему. Отлично. Давайте сделайте это. Ну, вот этот отрезок, это что такое? То есть, у нас получается… Да. То есть, это минус… Да. …минус… …минус… Так. Это называется приращение функции. И надо все соединить, получается, на вот этот вид куриц. Да. Угу. Давайте я даже не дам вам это считать по одной простой причине. Ребята, вот есть такие люди, которые зовут себя физики. Отличаются они от математиков тем, что они очень часто не понимают, что они пишут. Вот. Например, физики почему-то считают, что если написать дельта икс, то им за это заплатят в два раза больше. На самом деле, алфавит большой. И вместо того, чтобы писать дельта икс, можно написать любую букву, кроме икс. В вашем распоряжении весь латинский алфавит, греческий. Если очень надо, то и готический. Вот. Но в любом случае это лучше, чем если вы будете писать две буквы. Хорошо. Дельта икс. Вот дельта икс давайте назовем какой-то одной буквой. Отлично. Стало сильно лучше. Пожалуйста, прямо в этой формуле везде, где дельта икс, напишите а. Видите, вы в два раза снижаете время. Да. Отлично. А вот теперь напишите равно и будьте добры, раскрыть все скобки, одновременно все упрощая. Народу советую сделать то же самое. Да, 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 конечно. Да, да, да. Да, да, да. Молодец. Все хорошо. Икс. А. 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 Минус 1. Да. Кстати, икс куб, она вообще тоже исчезла. Его стоит не писать. Да. И все это делить на равно. Но. Ну, на эту часть мы можем скатить а. Да, да, конечно. Сейчас 1 минус 3х квадрат минус 3х квадрат минус 3х а минус а квадрат. Такое отношение. Но вас интересует не это отношение, а его предел. Ну, у нас а очень маленькая, но почти 0. А. Не очень маленькая, а стремиться к нулю. Ну, поэтому у нас вот эти вот… Вот, если бы вы знали, сколько миллиардов человек и часов ушло из-за вот этого желания говорить очень маленькое. Дело в том, что что такое предел, объяснить можно быстро и так человек поймет. А вот что такое очень маленькое число и чем оно отличается от очень-очень маленького, объяснить на самом деле тоже можно. Наука называется нестандартный анализ. Изучается не всеми студентами Мехмата на кафедре математической логики. То есть абсолютное большинство математиков ее не учат. И не зря не учат. Потому что это, что называется, все то же самое, только намного сложнее говорить. Нет, нет. Ну, это особая логическая наука, вот, у которой почти нет разумных применений. Вот, господа. Еще раз. А. Стремиться к нулю. Да. Не равно. Оно не равно. Ни в коем случае. То есть, если скажете, что оно равно, то вопрос, а зачем вы на него раньше делили? Нет. Оно стремится к нулю. И в пределе даст ноль, три х, а, и а квадратно. Нет. Не равно. А стрелочка стремится. Куда же оно стремится? 1 х квадратно. Да. Замечательно. И вот это и есть угловой коэффициент. Это и есть угловой коэффициент. А теперь вопрос. Когда угловой коэффициент равен нулю? Когда у нас х равен 1 х квадратно. Абсолютно верно. Так. Ну что, господа. Если честно, я думал, что Даша не справится. И мне придется потом делать. Ну вот, в общем, моя работа не потребуется. На самом деле, все она сделала. Вот это самое 1 минус 3 х квадрат, это и называется производная. Понятно, да? И мы нашли максимум, точнее не максимум, а точку максимума. Мы нашли, что если вместо х возьмешь 1 делить на корень из 3, то это будет вот эта самая точка. Что на самом деле еще нужно научиться объяснять? Нужно научиться объяснять, у каких функций есть касатель. Потому что если функция какая-то сильно колеблющаяся, что совсем совсем какая-то странная, то, наверное, у нее все-таки касатель нет. Нужно строго объяснить вот эту идею про то, что максимум достигается, да? Вот. Но в любом случае видно, что вот эта вот идея у касателя мощная. Согласны? И видно, что производную считать не так нужно. Во всяком случае, если у вас есть какой-то х-куп, х-4, да, то видно, что это все не случайно. Прелесть состоит в том, что и для синусу, и для косинуса, и для логарифма такие вычисления тоже легко провести. И в результате получается, что какую нам функцию не пишут, мы быстро от нее считаем производную, приравниваем ее нулю. Ну, правда, может получиться какое-то уравнение, которое непонятно как решать, но тогда его численно решают. В общем, вот так примерно выглядит идея.